Также в Рио главы Дагестана и министр транспорта России приняли участие в официальном открытии трассы Каспийск-Махачкала. Напомню, реконструкцию начали этим летом. При укладке асфальта использовались самые современные технологии. Затем на совещании обсудили развитие транспортного комплекса республики. В Рио главы республики Владимира Васильева и министра транспорта Максима Соколова встречала обновленная трасса Махачкала-Аэропорт и галерея плакатов. На каждом из них наглядно изображена проделанная работа по ремонту представленного объекта. Все покрытие было отфизировано. 3D-технологии, ровность, чтобы соблюдение. Для ремонта дороги были применены современные технологии. С помощью спутникового GPS-приемника определялась толщина дорожного полотна до 1 мм. Это позволило равномерно снимать изношенный слой асфальтобетона и обеспечить идеальную ровность дорожного покрытия. Здесь в начале сезона были оборотные средства на 100 тысяч тонн. То есть, бочка себя оправдает? Оправдает, да. В стране такая проблема есть. И что интересно, просто нет нормальных питомых хранилищ. Такие питомых хранилищ единственные были в Сочи построены. Больше, наверное, в Кавказе таких питомых хранилищ нет. Но вы теперь строите? А? Вы строите. Мы еще четвертую строим. Мы думаем до 10 тысяч. Довести. Далее за круглым столом в Рио главы Дагестана Владимир Васильев и министр транспорта России обсудили перспективы развития транспортной инфраструктуры республики, говорили о реконструкции и строительстве участков федеральных автомобильных дорог, проходящих по территории республики, и затрагивали вопросы строительства подъездной автомобильной автодороги к Махачкалинскому морскому торговому порту. Пациент выполнения составляет более 85%. Сразу скажу, что Дагестан по этому показателю находится в числе переговоров в нашем доме. И по большому счету, с учетом того, что мы вместе с Владимиром Анатольевичем сейчас увидели на одном из объектов, правда объектом знаковым, очень важным для столицы республики, осмотрели качество. Поверьте мне, далеко не все главные субъекты Российской Федерации с которым личное внимание выделяю этому проекту, хотя этот проект как раз один из самых позитивных, дающих необходимые эффекты. До 25 октября все работы, проделанные в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» будут полностью завершены и уже составлен план на следующий год. Именно транспортная составляющая даст необходимый импульс для развития экономики всей республики, говорили за круглым столом. Владимир Васильев поблагодарил министра транспорта России за оказанное внимание и подчеркнул, что такие встречи будут проводиться чаще. Мы поблагодарим Максима Юрьевича за то, что он провел сегодня весь день посылки у нас, проделал большой путь и очень содержательно. Надеюсь, что и наша встреча тоже полезна для всех участников, мы их же понимаем, не только задачи, но и решениями будем работать. Процесс идет. На встрече было отмечено, что Дагестан в транспортном комплексе России играет большую и значимую роль. Республика является частью евразийского коридора Север-Юг.